доброго всем дня вы на канале вязание и с вами я наталья сегодня я хочу вам рассказать еще в одном моем хобби таком не продолжительном увлечении к сожалению они у меня все непродолжительные и потому что вязание как бы все все мои увлечения перри переживает и остается все равно вязание вижу я уже очень много лет и вязание у меня остается все равно в приоритете и так вот такой кардиганчик это была моя первая работа выполнен он в технике crazy bull сумасшедшая нитка значит что я здесь использовала здесь один слой мохера и второй слой вот такой ниточки это на к я не помню как она называется у меня где-то за граммах есть еще это ниточка я потом покажу расскажу о ней ну вот я покупала ее специально для вот этих изделий не я таких жакетов сделала наверное штук шесть вот у меня один но как бы я его никуда не собиралась я собиралась его оставить у себя потому как его нельзя было никуда давать это первый вариант пробный здесь не очень хорошо вот неровные рукава эти какой вот брак так сказать да я еще тогда не аккуратно не не то что не аккуратно я не знала что как это делать но все пришло через пробу ошибки да как обычно вот здесь у меня не ровно я оставила его себе это у меня такой брак это первая работа иногда когда очень холодно на улице у меня есть такая дубленочка короткая я иногда поддеваю его вот этот вот кардиганчик под эту дубленочку но в принципе в принципе мне нравится такой он неплохо смотрится дернула камеру вот значит хочу рассказать как это делается есть такой флизелин которая называется растворимый флизелин есть разные немецкого производства и китайского естественно у них разная цена и простите и разная плотность так немецкий флизелин он потолще китайский потолще вернее немецкий потоньше китайский потолще но на воде растворяется и тот и тот нормально единственное когда и от того и другого на руках остается вот это вот гелевая структура но от китайского она остается больше прям руки такие гелевые становятся вот значит как что такое что это за такая штука флизелин растворимый вот он вот такой у меня есть я делала я делала жилетку приятельницы своей черная у нее был с левой стороны грусть винограда с правой стороны лист виноградная она очень интересно получилось я решила себе тоже такую жилетку сделать но вот к сожалению на этом все осталось остановилась значит вот такой флизелин есть есть вот флизелин еще вот такой он прозрачный вот такой вот прям как клееночка такой вот прозрачный флизелин что сейчас я покажу буквально чуть-чуть как это делается двух словах расскажу значит флизелин выкраивается его делается выкройка две выкройки верхний слой и нижний слой на один слой на 1 до будем говорить на низ выкладывается нитка я вот взяла просто какие-то нитки в какую-то пряжу вниз обычно выкладывается пряжа допустим мохер 6 то есть вот это вот основа что было вот ну вот так вот она выкладывается как выкладывается так выложили мы первый слой потом мы берем второй слой выкладываем я больше не буду выкладывается только вот так чуть-чуть но чтобы как бы чтобы было видно как образец выложили второй слой если нам нужно мы мы выкладываем 3 4 и так далее затем есть специальный состав он стабилизатор для того чтобы вот это вот основу вот это пряжа когда мы подколем и начнем строчить чтобы она тут не елозила чтобы она была зафиксирована но стабилизатор достаточно дорогой я наверное лет шесть тому назад покупал он так до 100 500 рублей и хватало его в общем то не на много изделий можно еще использовать лак для волос это значительно дешевле а в принципе действие то же самое значит пробрызгивается это стабилизатором дает возможность просохнуть и потом сверху накрывает и потом сверху накрывается вторым слоем флизелина вот так вот вот так как сделано у меня здесь здесь у меня первый слой и второй слой это на меня остатки уже флизелина не было и я собирала остатки потому что не хотела я больше покупать его как бы я собиралась делать только одну жилетку больше уже этим делом не заниматься поэтому у меня здесь еще какие-то из каких-то остатков так значит вот так получается такая вот у нас получается штука интересная затем это все прострачивается на машине расстояние приблизительно сантиметра полтора вот я покажу я отстиранный вот такой элемент значит у меня вот здесь полочка одна есть а вторая у меня отстиранная ее покажу я покажу как есть отстрачивала вот здесь я отстрачивала светлыми нитками это шелковые нитки светлая я покупала специально такой эффект дается да потому что здесь цветное и цветная ткань вернее цветная пряжа и нитки они тоже были вот видите они здесь идут сереневатые здесь они светлые тоже теневые нитки шелковые и я ими отстрачивала можно отстрачивать однотонными можно отстрачивать хэбэшными можно шелковыми как бы здесь в зависимости от того как хочется нам с вами это отстрочить вот значит у меня есть отстраченная уже полочка я ее сейчас покажу как она что с происходит во время замачивания я ее замочу на камеру мы посмотрим а потом дальше поговорим о том что будет происходить дальше итак идем в ванну и замачиваем готовую подстроченную полочку просто вода вода теплая теперь я налила в миску вода я опускаю лизелин полочку вернее отстрочную видите как она чуть-чуть еще вода открою потому что руки просто сразу становится жирными вот она сразу раз то вернее он сразу растворяется вот вы да какая становится это лизелином шоу вот что мы я сейчас стираю эту полочку и потом включусь от стираю за кадром и потом включу что мне неудобно одной рукой и итак я замочила мы видели как она что происходило с флизелином я потом отстирала еще в гели прополоскала в кондиционере высушила и вот такая у меня получилась замечательная полочка вот она отстрочена сейчас я поближе покажу видно видно отстрочена черными нитками на она получается не очень хорошо видно конечно на камеру потому что свет ладно а вот так вот видно что она черная до отстрочена черными нитками у меня здесь несколько разных ниточек это по-моему ализе не помню что это я клала у меня здесь три слоя только верхний слой на сверху у меня лежит вот такая черная ниточка с черным люрексом наверное темно-серый лет так слегка слегка поблескивает на камеру видно не знаю вот значит полочка еще кривая косая по низу я ее выровнял вот эти вот все и ниточки уберутся и я когда сострочу полу вторую полочку и спинку тоже отстираю значит я это все сошью а потом я начала вязать шнур гусеничку черный вот так как у меня вот здесь проложен связанный крючком шнур а здесь я проложу черный шнур гусеничку я так подверну вот это уйдет вернее это пойдет наверх что было внутри тоже чисто и сверху я проложу шнур гусеничку вот и у меня будет наверно будет вот такая жилетка не знаю когда это случится потому что она у меня лежит уже наверно года три и я только отстрочила одну сторону одну полочку как то так я сделала достаточно много но немало вещей крызеву я вставлю в конце видео фотография у меня была зеленая интересная такая кофточка футболочка вот таких вот таких наверное кардиганов я сделала штук пять или шесть я не помню заказывали мне вот был еще серый у меня жакет с шелковым воротником серым я делала потом я себе делала красный с розовым такая тоже интересная ниточка была я носила его некоторое время вот ну и потом как то у меня пропал интерес моя любовь опять переключилась на вязание ну вот вот такой вот тоже интересная достаточно я считаю вид рукоделия все я вам рассказала о моем хобби крызеву спасибо всем кто пришел подписывайтесь на мой канал я приехала с отпуска я приступила к работе уже закончился отпуск мой началась работа и я начала вязать не могу сказать что усиленно потому что очень много времени отнимает работа но не отнимает а забирает да и времени остается мало но час два может быть иногда три я стараюсь выкроить до своего любимого хобби буду показывать что я делаю расскажу о своих планах покажу свою пряжу которая у меня есть есть очень много фантазийной пряжи вот я когда начала заниматься крызеволом я набрала всего в таких количествах что честно иногда сижу и думаю господи что ж с этим делать ну что то наверное сделаю приходите ко мне подписывайтесь я буду стараться показывать что то интересное а сейчас всем пока пока до новых встреч буду и и и и и и Продолжение следует...